В эфире новости Лыткарина. Смотрите в этом выпуске. Юные лыткаринцы творят на гравюрах. Занимательный интерактив для детей прошел в парке ДК «Мир». Ребенку, я думаю, что это очень хорошее дополнение к новому образованию. Строительному мусору здесь не место. В Лыткарине проводятся рейды по борьбе с несанкционированными свалками. Столы лыткаринского отдела полиции, Альберт Маратович, не заул. Прекратите выкидывать мусор. Прекращаем, прекращаем. Все о кошках. Юные лыткаринцы погрузились в мир домашних животных. Ребята, приходите в ДК. Будем вместе проводить лето. А также в этом выпуске вас ждут специальные репортажи от наших корреспондентов и другие новости политики, образования, культуры и спорта. Не переключайтесь. 7 августа в городе Лыткарине на белой ротонде парка ДК «Мир» прошло мероприятие «Друзья наши четвероногие». Дети узнали, что такое гравюры и обрели навык создавать восхитительные рисунки. Во-первых, ребенок научится общаться с своими сверстниками. Во-вторых, он много узнает, пробует, не боится пробовать ребенку. Я думаю, что это очень хорошее дополнение к образованию. Ирина Владимировна отмечает, что юные лыткаринцы, которые посещают подобные мероприятия, очень умные, а также инициативные. Помимо проявления своих творческих способностей, ребята активно участвуют в викторинах и различных интерактивах. Очень все понравилось. Чем вы сегодня занимались? Мы делали графюру. А загадки вы сегодня отгадывали? Да. А ты часто здесь бываешь в таких предприятиях? Да. Тебе нравится? Да. Кого бы ты сюда привела? Привела своих друзей. Мария Крас, Владимир Дунчев, Новости Лыткарина. Совместно с сотрудниками полиции администрация городского округа Лыткарина провела рейд по борьбе с несанкционированными свалками. В ходе рейда была обнаружена машина строительного мусора, водители которой выбрасывали отходы в непредназначенном для них месте. Новый литерский отдел полиции Альберт Маратович на завод. Прекратите выкидывать мусор. Прекращаем, прекращаем. Не надо положить. Документы удостоверяющие личность пока не есть. Где документы ваши? Вот это первое. Чем выкидываете? Да. Кодекс об административных правонарушениях имеет статьи 8.1 и 8.2, которые особенно тщательно следует изучить тем, кто планирует ввести строительный хлам на контейнерную площадку или в ближайший лес. Эти статьи об ответственности тех, кто не желает соблюдать экологические требования при проведении строительных работ. Если проверяющий установит, что строительный мусор размещен на контейнерной площадке, он имеет право выписать штраф на физическое лицо в размере до 5000 рублей, на юридическое – до 250 тысяч. Рейды по соблюдению правил вывоза мусора на контейнерные площадки муниципалитета продолжатся. Мария Абрашкина, Андреас Мускофидис, Новости Латкарина. Наконец-то в Подмосковье наступило самое настоящее лето. Все дети выходят гулять, и город Латкарина не исключение. Именно здесь, в парке Декамир, на Белой Ротонде, происходит интенсивное мероприятие. Все дети рисуют, поют, танцуют, играют в различные игры. И все это благодаря программе «Лето в Подмосковье». 31 июля в городе Латкарина на Белой Ротонде парка Декамир прошло интерактивное мероприятие для детей. Наталья Николаевна Тюленева, заведующая детской библиотеки, побеседовала с ребятами о домашних любимцах – кошках. Она рассказала о том, в какой стране кошка является священным животным и почему. Сегодня в рамках мероприятий, которые проходят по всему Подмосковью, парке Подмосковья, проводим мероприятие для детей, которые посещают наши парки. Сегодня мероприятие проходило, у нас рассказывали о кошках. Доброе слово и кошке приятно. Каждый понедельник и среду в 15 часов мы ждем в парке Декамир на наши мероприятия. Помимо интересных рассказов, юные латкаринцы проявили свои творческие способности, разукрашивая яркими красками животных, а также приняли участие в подвижных играх, такие как «Бояре» и «Ручеек». Мальчишки и девчонки получили не только отличное настроение, но и новые знания. Я играла в разные игры с детьми, еще разукрашивала раскраски, еще у нас было мероприятие, там рассказывали про кошек, было очень интересно. А что ты нового узнала про кошек? Ну то, что там у них про усики, то что усики у них такие, они для них очень важны, их не надо там с ними, за них дергать, вот. И еще там про кошек много всего, там, что в Египте их очень ценили. Ребята, приходите в ДК, будем вместе проводить лето. Мария Красс, Андреас Мускофидис, Новости Латкарина. 8 августа на Белой ротонде парка «Декамир» прошло театральное представление от коллектива «Сундучок сказок» в рамках проекта «Живая книга». Юные актеры показали сценку по сказке «Кошкин дом» Самуила Маршака, впечатляя маленьких зрителей своей игрой и захватывающим сюжетом. Одна из молодых актрис, занявшая ключевую роль, поделилась нашим телеканалом своими впечатлениями о прошедшем мероприятии. А зачем же в эту среду ты звала меня к обеду? Я звала не навсегда, и сегодня не следа. Что ж, пора нам, милый Вася, убираться в освоясь. Сегодня пришли маленькие ребята, которые просто отдыхают в парке. Мы регулярно проводим такие для них мероприятия, чтобы как-то они весело проводили и полезно время. Также юная латкаринская актриса рассказала о том, что подобные мероприятия проводятся на регулярной основе. Мы стараемся раз-два в неделю вот такие вот устраивать представления, показываем разные сказки, какие-то игры устраиваем. Наш педагог еще показывает опыты, у нее своя лаборатория открытий. Так что все ребятки, которые не знают, чем заняться летом, могут смело приходить в парк, потому что здесь много-много мероприятий, чтобы скрасить свое время. Нашему телеканалу удалось пообщаться с руководителем студии «Сундучок сказок», которая поделилась планами на грядущий театральный сезон. Театральный новый сезон мы открываем 16 сентября спектаклем «Душа подушки». И, насколько я знаю по планам, планируется театральное шествие в парке, и мы с удовольствием будем принимать в этом участие, потому что мы уже готовим костюмы. Надеюсь, что все состоится. Помимо театральной постановки, участники коллектива «Сундучок сказок» вместе со своим преподавателем провели для ребят подвижные игры. Мария Крас, Владимир Думчев, Новости Латкарина. В рамках стратегии импортозамещения тепличное хозяйство «Грандфуд», расположенное на территории промзоны Тураева в городе Латкарина, заменяет заграничные огурцы и томаты, обеспечивая российский рынок овощами. Предприятие работает уже четвертый год, ориентируясь на отечественных поставщиков. В весенний и летний периоды в теплицах выращиваются огурцы, а осенью – томаты. Первый оборот у нас огурец, второй будут томаты. За первый оборот мы планируем собрать тон 300. Все соблюдается, все по технологии. Сорт называется «Атлет», «Гибрид», компания «Гавриш». Российский производитель, очень крупная селекционная фирма. Давно выращиваем этот сорт, он очень давно известен. Он пчелоопыляемый. Мы не применяем химобработки никакие, потому что, во-первых, огурцы этого не любят. На качестве продукции это сказывается. Мы применяем биометоды. Здесь 24 400 растений. Это все российское производство. У меня стоит головной компьютер, я задаю задания. Здесь везде система автоматики. Вся теплица построена отечественными специалистами. Удобрения у производителей огурцов и томатов также российские. Предприятие ведет активную работу по замене оборудования на отечественное. По сравнению с западными аналогами подобного оборудования, его стоимость почти в два раза меньше. А доставка проще. При выращивании овощей Грандфуд не использует яды и химикаты. Огурец и томат опыляют шмели, искусственно выведенные в России. Их улей установлены по всему производству. Отопление и полив в тепличном хозяйстве осуществляется в соответствии с рекомендациями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Комплекс полностью автономен. На предприятии имеется своя котельная для поддерживания нужным растениям температуры и нагрева воды для полива. Мария Абрашкина, Анастасия Харченко, Александр Щербаков. Новости Латкарина. Новости Латкаринская компания «Бета Куверк» занимает лидирующие позиции среди производителей упаковочных материалов России. Оборот продукции за один месяц составляет порядка 250-300 тонн. Пузырчатая пленка поставляется в различные регионы России, а также в дружественные страны. Продукцией компании активно пользуются крупные ритейлеры. Такие как «Вайлберис», «Леруа Мерлен» и «Метро». Более 70% пузырчатой пленки, которую видят покупатели – продукция латкаринской компании. Гранулы, с помощью которых производится пленка, поставляются крупнейшим российским изготовителем продукции из нефти. На латкаринском предприятии есть собственный цех переработки, с помощью которого достигается технология безотходного производства. Основная продукция – это пузырчатая пленка. Компания является лидером в России по ее производству. Пленка поставляется в очень большое количество регионов страны, до Урала. Порядка 250-300 тонн ежемесячно. У нас формульный контракт с компанией «Сибур». Это крупнейший производитель в России продукции из нефти. Процентов 70 пленки, которую вы видите в магазинах, она отсюда. При производстве любой продукции образуется некоторое количество брака. Полиэтилен – вещь дорогая. У нас есть свой цех переработки, то есть в дробилке пленка дробится в пушнину. Потом эта пушнина загружается в гранулятор и получается гранула, которая по цвету практически неотличима от первичной. Из 100% вторичной гранулы делаются упаковочные пакеты, в которые мы рулоны упаковываем. Также мы делаем мешки для мусора, плотные, 50-микронные. Пришло из администрации предложение с мерами поддержки компенсации лизинговых платежей, то есть первоначального взноса. И в отделе продаж сейчас есть вакансии на производстве, есть вакансии, зарплаты стараемся держать выше. Можно позвонить, прийти на собеседование, пообщаться, покажут, расскажут, в чем состоит работа. Если по рукам, то работаем. Бета-куверт, помимо пузырчатой пленки, производит мусорные рулоны, выдерживающие до 50 килограммов. Рукамную укрывную пленку для дачников. Латкаринское предприятие планирует расширяться. Уже закуплен новый станок, производственная мощность которого составит 70 метров в минуту. Он сможет одновременно выпускать пленку размерами 1,2 и 1,5 метра в ширину. В этом году предприниматели из Бета-куверт планируют воспользоваться одной из мер поддержки бизнеса и получить компенсацию лизинговых платежей. Подобные меры поддержки доступны по всему Подмосковью. Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Мария Абрашкина, Александр Щербаков. Новости Латкарина. С наступлением на территории Подмосковья устойчивой теплой погоды и возрастанием риска возникновения лесных пожаров на территории региона действует особый противопожарный режим. Начальник пожарной части Латкарина рассказал о важности соблюдения правил безопасности в жару и дал несколько советов, как защитить себя и своих близких. С наступлением пожароопасного периода нельзя разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую траву. Ну и что на земельных участках, на дачных или на своих земельных участках, чтобы был запас воды или других огнетушительных средств, допустим, огнетушителя. Также он отмечает, что на территории городского округа регулярно ведется разъяснительно-агитационная работа по профилактике возгораний. Проводятся беседы с гражданами, раздаются листовки с правилами пожарной безопасности, ведутся уроки со школьниками и детсадовцами. Посещение лесов не запрещено. Ну, при посещении леса необходимо, чтобы не развозился огонь, не жарились шашлыки там. Жители Лыткарина просят быть внимательными при посещении лесов, не бросать непотушенные спички и окурки, соблюдать правила пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнем может привести к печальным последствиям. Мария Абрашкина, Александр Щербаков, Новости Лыткарина. Валентина Викторовна и Ирина Викторовна Углановы, потомственные жители Лыткарина, преподнесли в дар городскому музею книгу с подписью Марии Александровны Чернышовой «Последней хозяйки усадьбы Лыткарина». Рукопись охватывает период от создания государства российского до появления поляков в Москве. Автором книги является русская писательница Александра Ишимова, одна из первых, кто создал историю России для детей. О том, как книга оказалась в музее, рассказала Ирина Спартаковна Егорова, ведущая библиографа Лыткаринского историко-кореведческого музея. Написала ее русская писательница Александра Ишимова. Это одна из первых писательниц детской литературы в России. Чем книга цена? Ну, во-первых, она сама по себе довольно в хорошем состоянии. У нее сохранился владельческий переплет. И кожаный корешок, вот уголочки кожаные. В XIX веке было принято книге покупать отдельными блоками и отдавать в переплетные мастерские. Переплетали их в те переплеты, которые нравились хозяевам. Вот здесь мы имеем такой переплет. Мы очень рады, потому что это очень редкий предмет. И всего вот две книжечки у нас такие мемориальные теперь. У Гланова рассказали, что они с детства видели эту книгу у себя дома. Несмотря на то, что сестры сейчас живут в Москве, исторический труд Ишимовой хранился в деревенском доме Лыткарина. Узнав, что музей открылся после реставрации, Валентина и Ирина решили передать значимый документ в коллекцию хранителей истории Лыткарина. Принимала книгу директор музея Надежда Васильевна. Она же провела экскурсию для них. И им очень понравился музей. И они с удовольствием передали книгу и сказали, что будут приезжать к нам еще. Мария Крас, Владимир Думчев, Новости Лыткарина. Диспансеризация. Диспансеризация – это комплексное медицинское обследование, которое выявляет риск возникновения онкозаболеваний, сахарного диабета, инфаркта, инсульта и других хронических неинфекционных заболеваний. Все застрахованные в системе ОМС обязательного медицинского страхования граждане добровольно могут пройти бесплатную диспансеризацию, чтобы проверить свое здоровье. Диспансеризация нацелена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности и преждевременной смертности, а также определить предрасположенность к каким-либо болезням. Диспансеризацию следует проходить один раз в три года гражданам в возрасте от 18 до 39 лет. Тем, кому более 40 лет, а также отдельным категориям граждан, обследование рекомендуется проходить ежегодно. Если застрахованный в системе ОМС гражданин хочет проверить свое здоровье, не имея выявленных показаний, у него есть право один раз в год пройти профилактический медицинский осмотр. Записаться на диспансеризацию можно через портал госуслуги, непосредственно в поликлинике по месту прикрепления или через электронную регистратуру. Для прохождения диспансеризации необходимы паспорт и полис или выписка о полисе ОМС. Их нужно взять с собой до приема. Диспансеризация проходит в два этапа. Сначала проводится набор обязательных исследований и консультация терапевта. Если по результатам первого этапа отклонений в состоянии здоровья не выявлено, диспансеризация завершается. При выявлении отклонений на втором этапе для уточнения диагноза терапевт может назначить дополнительное обследование эхокардиографию, КТ легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей, а также направить на дальнейшее обследование. По результатам пациент может быть взят под диспансерное наблюдение, направлен на специализированную или высокотехнологичную медпомощь. Чтобы получить выходной для прохождения диспансеризации, достаточно написать заявление и согласовать с работодателем «День освобождения». Работники предпенсионного возраста и работники, которые уже получают пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка. Диспансеризация по полису ОМС сохраняет и укрепляет ваше здоровье, а при необходимости позволяет своевременно провести дообследование и лечение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Президентский проект «Социальная газификация Подмосковья». Мособлгаз Тепло в каждый дом В рамках проекта онлайн-поликлиника жители Латкарина, не выходя из дома, могут получить четыре вида медицинских справок. Для оформления документов необходимо оставить заявку на региональном портале госуслуг в разделе «Электронная регистратура». Готовая справка появится в вашем личном кабинете в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления. Антитеррористическая комиссия Московской области предупреждает Возбуждение ненависти или вражды Унижение человеческого достоинства по признакам расы, национальности, пола или вероисповедания Призывы к террористическим или экстремистским действиям публично или в интернете являются преступлением и караются по закону. Лица, совершившие эти преступления, привлекаются к уголовной ответственности. В интернете больше не спрятаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова За неполных три месяца удалось сделать многое. Готовность станции оцениваю как 95%. На данный момент мы завершили ремонт кровли, ремонт ливневой канализации кровли, устройство лесно徊, устройство слаботочных сетей, устройство вентиляция. Закончили фасадные работы, проводим работу по благоустройству. Мы меняем бордюрный камень, будет замена брусчатки, частичная замена асфальта. Также в компании отремонтированы остановочные павильоны, добавлено электричество. Все это проведено подземным способом. Добавили туда световые короба с расписанием автобусов. Когда закончим благоустройство, на следующей неделе поставим лавочки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы занимаемся производством изделий из оргстекла и других пластиков. Соответственно, работаем с 2015 года, 8 лет на рынке и являемся на данный момент одними из крупнейших компаний. Работаем с крупными компаниями, такими как Ашан, Атак, Сум, Перекресток. Работаем с подрядными компаниями, которые работают напрямую с X5 Retail. Производим боксы для выпечки, для цепучих продуктов, для различных сегментов. На данный момент на предприятии работают более 60 человек. Мы работаем на различном оборудовании, постепенно пытаемся переходить на российское оборудование. Объем производства на данный момент это около 40-50 тонн. Сырье – это все заводы, которые находятся на территории Российской Федерации. Мы работаем напрямую как с логистическими компаниями, так и с частными. Поставляем от Владивостока до разных уголков России. На будущее планы расширяться, развиваться. Производственная площадь – это 3000 квадратных метров. Мы не собираемся на этом останавливаться. Планирую приобретать также новое оборудование, новые станки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Работаем с 2005 года. Выпускаем мягкую мебель ежемесячно. Это в районе 500 изделий. Мы производство полного цикла. Сами пилим, каркасы собираем. ППУ сами режем, клеим. Ткани краим, шьем. То есть все от начала до конца. Конструкторский отдел у нас разрабатывает модели. Мы постоянно поддерживаем модели в районе 40 позиций. Фанера у нас вся российская, очень высокого качества. Мягкий наполнитель, он тоже идет российский. Россия начинает больше в этот рынок входить и потихонечку замещать иностранцев. Механизмы большая часть именно в России собирается и делается. То, что ушло с рынка, наши производители стали делать аналоги. И нам их предлагать мы с удовольствием этим пользуемся. Про программу, где 50% закупки может субсидироваться. Планируем этой программой воспользоваться. Мы расширяемся, мы на месте не стоим. Чтобы снизить стоимость и предложить что-то более интересное, мы уже построили металлоцех. За счет того, что расширяем свою дилерскую сеть, то есть работаем по всей России, за счет этого ежегодно прирастает объем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сбор помощи у нас продолжается и будет продолжаться. Участвуют все жители города Латкарина. Они приносят продукты питания очень хорошо и помогают активно школам. Хочу выразить особую благодарность нашим всем предприятиям городским. НИИП, ЛЗОС, Старатель, Союз, Сатурн, Местперерабатывающий комбинат. Огромное им спасибо. То, что они у нас есть, то, что помогают, то, что не забывают, старатели. Предоставляли нам постоянно автотранспорт. Отвозили всю гуманитарную помощь. НИИП, большое спасибо за купленные свечи. Местперерабатывающий комбинат, огромное спасибо. Ребята очень довольны, очень рады. И только ЛЗОС, Местперерабатывающий комбинат на не просит консервы. Но остальные предприятия финансово помогают. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хочу выразить, как медик, благодарность своим коллегам, медицинским организациям города и всем медработникам, которые принимают участие в сборе помощи, всем жителям Лыткарина, которые делают свой маленький вклад в наше общее большое дело. Со школ классами приносят кучу писем, рисунков, открыток красивых. Оттуда с передовой тоже ответная реакция. Они очень рады. Рассказывают, что эти письма они носят в грудном кармане. Он понимает, для чего он сейчас там, на передовой, защищает будущее наших детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова У вас во дворе свалка мусора, не горят фонари, на дорогах ямы? Добродел поможет все исправить. Ведь теперь мы в Подмосковье решаем проблемы вместе. Зайдите на сайт Добродел или скачайте бесплатное мобильное приложение. Напишите ваши жалобы или пожелания. Мы найдем решение. Добродел. Решаем проблемы вместе. В Керчи произошел несчастный случай. Ребенок выпал из окна многоэтажки в самом центре северной столицы. Квартира проветривается. Мама готовит на кухне обед. Десятый этаж, балкон, ребенок. Малыш уперся руками о москитную сетку и выпал в открытое окно. Шансов на спасение почти не было. На окне вылочит кошка, рядом куколка сидит и на улицу глядит. Скажем кукне, скажем кошке, не сидите на окошке. Неужели вам не ясно? На окне сидеть опасно. Нельзя открывать окна без взрослых. Нельзя залезать на подоконник и не надо полазить в окно. Потому что можно кубырком вот так вот упасть из окна. Уважаемые родители, сегодня у вас есть время рассказать об этой опасности своим детям. Не повторяйте чужих ошибок, ведь завтра может быть уже поздно. И на месте этой игрушки окажется чья-то жизнь. Пап, зачем ты каждый год идешь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву. СОООБЩЕНИЕ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...